Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей нашего канала. Известный молодой коммунист, депутат Госдумы, действующий и кандидат депутаты Госдумы Новой, Денис Парфёнов дал интервью каналу глав тема народа. Интервью о предвыборной ситуации в России. Кстати, о Денисе Парфёнове многие говорят, что он очень похож на молодого Ленина. Так вот, Денис Парфёнов считает, что недовольство народа действующей властью растёт. И это вполне может выразиться в протестном голосовании. И он считает, что главная позиция сейчас немного подтянуть активность народа на выборах. И тогда, как он сказал, результат для власти может быть совершенно разгромным. С тем, с чем лично мне сложно не согласиться. Вот как он сказал об этом. Если я убеждён, если сейчас ещё, может быть, немножечко подтянуть активность народа на выборах, результат для власти может быть совершенно разгромным. Поэтому я вот очень рассчитываю на то, что нам, нашей агитации, нашей работы удастся людей убедить, ни в коем случае не воздерживаться от участия в выборах, а наоборот самым активным образом к ним подтянуться. Поэтому, ну, давайте поборемся за это. И он очень надеется на то, что агитация КПРФ, наконец, поможет убедить людей принять активное участие в выборах, но и на то, что это очень многое может изменить. С чем я тоже полностью согласен. Но дело в том, что эту складывающую ситуацию, и с какого боку ни смотри, действительно весьма благоприятную для КПРФ, мы уже с вами обсудили на наших каналах. В трёх статьях и роликах. Лучше зачитаю их названия. И лично у меня уже нет сомнений, что шанс у КПРФ действительно появляется. Равно как действительно появляется шанс, наконец, лишить власти Путина и Единой России. Но сейчас я хотел бы остановиться немного на другом. Не на актуальном, а, извиняюсь, на перспективном. Что будет дальше? Что будет, если это произойдёт, и Путин и Единая Россия действительно лишатся власти? Конечно, мы об этом пока поговорим немного. Это первый предварительный разговор прикосновения к этой теме. Я уже не раз обращал внимание нашей уважаемой аудитории на то, что главная беда нашей России при всём, при всём, но всё же не Путин и не Единая Россия. А главная беда нашей страны – это номенклатура и политарное устройство общества у нас. И пока в нашей стране не будет разрешена проблема политарного устройства общества, все преобразования будут начинаться за здравие, а заканчиваться за упокой. Напоминаю, благодаря великому Сталину и его научному коммунизму в нашей стране только единицы знают, что такое политаризм или азиатский способ производства, АСП. И именно то, что об этом в нашей стране знают единицы, и есть главная опасность для нашей страны, а никак не вылазь Путина и Единой России. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке, но кое-что я хочу сказать и здесь. Денис Парфёнов сказал, что за то, чтобы у нас в России вообще появились выборы, многие поколения революционеров положили свою жизнь. Вот как он об этом сказал. За то, чтобы у нас в России выборы появились хоть в каком-то виде, вообще-то целое поколение русских революционеров положили свою здоровью и жизнь. А сейчас, ну, какая-то просто, я не знаю, трагичная ситуация, что многие не пользуются вот этим завоеванным, буквально вырванным, там, более ста лет назад из рук царского режима правом выбирать. С чем я, понятно, тоже полностью согласен. Но я бы еще добавил, за это также положили жизнь и очень многие настоящие коммунисты. А революционерами, как вы знаете, в нашей стране были не только коммунисты. У них были и предшественники, например, народники. Равно как за то, чтобы в нашей стране действительно были выборы, много лет боролась и коммунистическая партия. Боролась по времени, когда она действительно была еще коммунистической. А еще точнее, это было в тот период, когда ее основу составляла Ленинская гвардия. Настоящие коммунисты. Или как тогда их называли большевики. Правда, они и при Сталине продолжили называться большевиками, но это уже было только название. Приходом к власти Иосифа Сталина постепенно изменилось все. И окончательно все изменилось в 1933 году. Да, именно в 1933, а не в 1937. В 1937 году Сталин расстрелял практически всю Ленинскую гвардию. Расстрелял практически всех настоящих большевиков. Это в свое время назвали сталинские репрессии, и об этом в свое время очень и очень многое писалось. Писалось практически все, кроме одной маленькой детали. Кого именно расстреливали сталинские палачи? А расстреливали они именно Ленинскую гвардию? Расстреливали они именно настоящих коммунистов? Ну или ленинских большевиков, скажем так. Но предал дело коммунизма и левое дело вообще Сталин, как я уже сказал, не в 1937 году, а в 1933. Предал, когда поручил академику строя разработать этот самый научный коммунизм и вычеркнуть из него указанный азиатский способ производства, АСП. А также вставить в этот самый научный коммунизм насквозь лживый тезис. Тезис о том, что общественная собственность на средства производства является гарантией от эксплуатации человека человеком. Дело в том, что по-настоящему коммунистическому учению всё наоборот. По-настоящему гнусные, вернее самые гнусные и самые чудовищные формы эксплуатации человека человеком возникают как раз при господстве не частных, а коллективных социальных паразитов. И возникают в условиях общественной, господства вернее, общественной собственности на средства производства. То есть при палитаризме или при АСП. Добавлю, в этой системе есть ещё одно название. Азиатская деспотия. И именно азиатскую деспотию нет не создав, а лишь реставрировал в Советском Союзе Сталин. Что по Марксу, что по Энгрессу, что по Ленину, в царской России тоже никогда не было капитализма. А всегда, а вернее со времён Ивана Грозного, была эта самая азиатская деспотия. Но Сталин запретил преподавать все эти положения в советских учебных заведениях. Ну и понятно, что благодаря Сталину и Советский Союз у нас стал азиатской деспотией, и современная Россия тоже остаётся точно такой же азиатской деспотией. Способ производства у нас в стране не менялся, как это не невероятно, со времён Ивана Грозного. Менялись только лозунги, эту деспотию прикрывающие. И при Сталине наша страна азиатской деспотией стала прежде всего потому, что Сталин опять уничтожил в нашей стране систему настоящих выборов. Если кто помнит, Владимир Ильич Ленин был против многопартийности. Но он был не против различных точек зрения на развитие социализма. И он был не против, чтобы сторонники этих самых различных точек зрения объединились. То есть он не был против фракций коммунистической партии. И различные фракции коммунистической партии при Владимире Ильиче Ленин были реальностью. Более того, они были реальной силой. И самой большой такой силой оппозиционные Ленин, а потом Сталин, безусловно, были троцкисты. Многие из которых, опять же, были настоящими представителями Ленинской гвардии. Но сталинская клика залила всех представителей оппозиционных фракций. По-моему, о многих уничтожила физически. Вернее, очень многих уничтожила физически. И после этого в Советском Союзе не стало настоящих выборах. И на выборах стал всегда побеждать нерушимый блок коммунистов и беспартийных. И думаю, не нужно обладать особой остротой зрения, чтобы увидеть, что именно этого добиваются и Путин, и компания. Единственное отличие путинского режима от советского только в одном. Он прикрыт некоммунистическими лозунгами. Во всех остальных смыслах он точно такая же азиатская деспотия, как и СССР. Теперь вопрос. Понимают ли это в КПРФ? Ответ однозначен. Нет. Более того, КПРФ по сей день продолжает исповедовать этот самый научный коммунизм. Сталинский научный коммунизм. Не только не имеющий никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Но и глубоко извращающий настоящую коммунистическую идею. Добавлю, о политаризме продолжают молчать, как рыба о блюд. И Платошкин, и компания, и Шевченко, и компания. И только ли молчать? По-моему, здесь больше подойдет другое выражение. Продолжают замолчивать. А раз так, то что может быть, если к власти придут так называемые левые силы? Правильно, на выходе мы опять можем получить азиатскую деспотию. Только теперь опять прикрытую красными знаменами. И вот об этом пора задуматься всем. И прежде всего людям левых убеждений. И прежде всего людям, которые входят в КПРФ, в движение Платошкина и в партию Шевченко. И очень внимательно присмотреться к этим указанным трем лидерам. И задаться вопросом, куда они нас ведут. К социализму или опять к азиатской деспотии? Только теперь второй уже раз. Прикрытой коммунистическими лозунгами. Ну вернее, левыми лозунгами. Ну и если ответ на этот вопрос людям левых убеждений не понравится, то, думаю, нужно подумать о смене лидерам. Мне могут сказать, что я рано заговорил об этом. Что сначала нужно скинуть единую Россию, Путина и так далее. Но, думаю, не рано. Время задаться такими вопросами. На мой взгляд, уже на подходе. И как бы потом не было поздно. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках.